Мы находимся в российском карантинном центре Велес и хотим познакомиться сегодня с Вероникой и вот как это прекрасное создание Это Лосиха Люминька Это Лосиха Люминька Вероника, расскажите, пожалуйста, вкратце про ваш центр чем вы тут занимаетесь, откуда у вас все эти животные это какое-то уникальное место Да, место действительно уникальное как центр был у нас в 2007 году свое название приобрел уже в 2009 и на сегодняшний момент можно в среднем считать, что в едином момент в центре находятся 150-160 диких животных и птиц Это те животные, которые или маленькие сироты или с проблемами в здоровье или это хронические проблемы здоровья или временные, которые мы исправляем пускай в деку природу животных Это животные, которые больше никому не нужны от них отказываются в церкви, от них отказываются в зоопарке Поэтому если и наш центр откажется то шансов у животных нет вообще никак Ну, как уже прямо финансовый пример в центре находится, например, на сегодняшний момент 9 медведей только одних фруктов одному медведю в день нужно 2 лет Соответственно, животных, если мы считаем 150-160 Центр существует 100% благодаря помощи медведей У центра есть государственная аккредитация, безусловно, поскольку здесь существует и лечение животных, и оперирование Работает оперирующий хирург И, соответственно, все необходимые документы для существования центра есть Но отсутствует господдержка На самом деле это поражает то, чем вы занимаетесь Очень не хотелось вас отрывать от работы Потому что вы видели, кака вы там занятая То есть приезжают люди, помогают сюда в центре, работают Какая вы рядом с этими животными, я не знаю Просто у меня нет слов, честно У вас всех людей, которые вы здесь видите, вот сегодня меня увидели И которые доски носили, и которые опилки фасуют И я, в том числе, это все волонтеры, у которых есть своя абсолютно работа Которые сюда приезжают, помогают в центре Разные виды волонтерства есть Потому что нам, например, помогают и люди, которые находятся вне России Далеко в России, в далеких каких-то регионах От финансовой, в основном, поддержка Но также мы, например, получаем У нас есть список необходимых нужд Мы, например, получаем достаточно часто посылки И с того же Новосибирска, и с Дальнего Востока По нашему этому списку приходят посылки Люди сами сюда привозят Так что у нас есть, например, также постоянные автоволонтеры Тоже это люди-волонтеры, которые помогают транспортом Или возить какие-то продукты Или достаточно компактных животных Если их нужно куда-то к врачу отвезти Опять же, финансовую поддержку упомянуло Можно приехать в центр ежедневно с 13 до 17 часов Работы здесь, там, учил обидный список Так что дел очень-очень много Поэтому помочь можно абсолютно по-разному Все виды работ прописаны у нас в контакте в группе Вот все контакты, с кем можно связаться по данным видам работ Так что добро пожаловать Еленика, спасибо вам большое Вам спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому!